Всем привет, меня зовут Оксана, я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня немножко нестандартное такое включение у меня идет, и на фоне вот такая игрушечка в виде привидения. Все потому, что я случайно удалила часть видео, которое должно было быть здесь в самом начале. Я показывала свои проекты и показывала продвижение. Но такое бывает, у меня вообще такое, конечно, впервые. Я сначала очень сильно расстроилась, но потом взяла все в руки и подумала, что ничего страшного в этом нет, значит, так и должно было быть. Просто видео получится меньше, и процессов будет там немного. Но это не повод отчаяниться, потому что я сейчас уже начинаю снимать новое видео, новый визуальный влог, где уже, конечно же, буду следить за тем, чтобы ничего случайно не удалить. Поэтому надеюсь, что вам понравится это видео, не переключайтесь, пожалуйста. И увидимся с вами в следующем недельном влоге. Продолжаю свой недельный влог и покажу вам, что у меня продвинулось в процессах. Во-первых, я связала вторую перчатку, наконец-таки. Чему рада, просто безумно. Значит, смотрите, у меня был моток 50 грамм, вот все, что от него осталось, их 50 грамм. Поэтому можете смело покупать моток 50 граммовой этой пряжи и вязать эти перчаточки. Сейчас вам покажу, как я уже говорила ранее. Я их немножечко провязала удлиненными, для того, чтобы они немножко отличались от тех, которые вязала раньше. А так рисуночек, все остальное, все то же самое. Но они очень комфортные и красивые, поэтому я с удовольствием повторила эту перчатку. Вот, но, наверное, вязать больше-таки не буду, потому что надо что-нибудь придумать новенькое, чтобы все-таки было какое-то разнообразие. Вот, я их уже постирала. Они стали намного мягче, чем были до стирки. И, если можно заметить, немножечко они стали светлее, чем вот в мотке, видите? Хотя, навряд ли разница, конечно, видна. Но после стирки они становятся чуть-чуть светлее, чем вот в самом моточке. Вот, значит, это что касается перчаток. Кардиган я так и не вязала. Как-то у меня руки до него не дошли. Зато я связала варежки. Вообще, очень спонтанно. И если вы хотите связать такие же, ну, или вы похожие, то у меня на канале уже вышел мастер-класс по вязанию этих варежек. Заходите, смотрите. Вяжутся они очень просто, такие стильные. А вес одной варежки 28 грамм. Вот, так что такие чудесные они получились. Видите, они здесь идут с нитью люрекс такого, металлика. Вот. И связались буквально одна варежка за несколько часов, поэтому можете спокойно связать две варежки за день. Ну, либо растянуть с удовольствием за два вечера связать себе варежки. Особенно учитывая, что пряжа довольно-таки толстая. Здесь у меня 240 метров в 100 граммах. Вязала на спицах 3,25, поэтому все очень быстро связалось. Вот. И я все-таки вернулась к своему еще одному процессу, который показывала ранее в других видео. Но я вяжу капор. Вяжу его уже очень долго. Но все только потому, что у меня двусторонний и вот такой длинный. Я уже связала одного цвета часть, видите, серую. И теперь довязываю розовую. Очень долго к нему не возвращалась, потому что как-то перенасытилась этим процессом. И не хотелось его вязать. Но теперь я вновь его решила взять в руки. И все-таки закончится дело. Хочется его носить. А в конце концов, что он лежит просто так. Вот. Я сейчас буду расширять вверх и уже закрывать. После этого сделаю обвязку и шнурочек капора будет готов. Поэтому надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки закончу этот процесс. Потому что это какой-то долгоиграющий на самом деле капор. Его уже давным-давно нужно было закончить. Но все никак не доходили до него руки и вдохновения. Вот. Так что такие у меня продвижения по процессу на сегодняшний день. Надеюсь, что в скором времени будет вам показать что-нибудь еще. Потому что я думала, что, конечно, продвинусь намного быстрее в своих процессах. С другой стороны, вот такие вот спонтанные вязаные вещи иногда очень поднимают настроение и вдохновляют нас. Продолжаю свой недельный блог. И хочу сказать, что вчера я была на Волмаркете. И, конечно же, не ушла без покупочек. Но покупки у меня были совсем маленькие. Поэтому я вам быстренько их покажу. И после этого отрезка обязательно вставлю небольшой кусочек видео именно из самого Волмаркета. Он маленький, потому что снимать там было, опять же, тяжело. Народу очень много. Но все-таки поделюсь небольшими впечатлениями. Именно вот с самим видео с места событий. Значит, что я приобрела? Я уже, конечно, начала все вязать. Я вчера приобрела у Вали суходул пряжу. И приобрела я ее именно потому, что участвую у нее в тесте. Вяжу шапку. Посмотрите, какая она прекрасная получается. Это Яку. По цвету... Сейчас попробую сориентировать, найти, что это у нас. Вот. Если кому интересно. Значит, по составу. Это у нас идет стопроцентный меринос. Супер-вош. Я так понимаю. И здесь 200 метров в 50 граммах. И второй моточек пряжи. Это вот такой производитель. Единственное, что я перепутала этикетки. Потому что купила два матка разного цвета. И теперь не знаю, какой именно этот цвет. Но думаю, что на сайте, если вдруг у нее посмотрите, если вам интересно, вы легко определите. Потому что... Вот я вам покажу так два. Вот они. И они кардинально различаются у меня друг от друга. Поэтому вы их не перепутаете. И в таком сочетании я вяжу сейчас шапочку. Которая, мне кажется, получается очень даже миленькая, симпатичная. Но вообще сложно пока что-либо сказать. Потому что нужно видеть уже готовый результат. Я вчера эту шапку у нее посмотрела, потрогала. И, конечно же, была в восторге. Мне очень понравилась модель сама. И как она смотрится. Поэтому с удовольствием вот вяжу такую. И решила на этом не останавливаться. Поскольку я приобрела второй моточек. Вот. Видите? Такого горчичного цвета. У меня еще была пряжа. Давно-давно лежала. Это вот эта мерина. Которая отзывы, ну, знаете, не самые лучшие. Не знала, куда все пристроить. Эти мотки, которые мне давно лежат. И решила таким образом сочетать. Я немножечко уже перемешала. Вчера пробовала взять образец. И хочу вторую такую же шапочку связать. Именно вот из этого сочетания. Мне кажется, будет очень красиво. И цвет мне нравится. И она между собой очень хорошо сочетается. Единственное, мне нужно будет подобрать спицы. Потому что я пробовала вчера на пятерке. Получилась прям, знаете, не шапка, а кофта для ребенка. Поэтому по плотности постараюсь попасть. И обязательно свяжу такую вторую шапочку. Потом вам покажу результат, который получится. Так что это все, что у меня было из покупок на Волмаркете. Но, можно сказать, я именно ехала за этим. Поэтому все, что я хотела, я приобрела. И что еще хочу теперь вам показать. Это свой капор, который, знаете, многострадальный. Я его, наконец-таки, закончила почти. Вот видите, сейчас сделаю обвязку здесь. Скоро буду закрывать шнурок и все. Но это у меня прям разочарование 2020 года. По одной простой причине. Если вот так вам показать, он получается огромный. Просто нереально большой. Но почему-то вот эта вот часть, дырочка, да, которая куда лицо должно, в общем-то, смотреть, у меня получилось очень маленькое. И я теперь не знаю, в общем-то, что с этим делать. Распускать я это дело не хочу. Потому что потратила на это очень много сил и времени. Я думаю, что довяжу. А там буду смотреть по обстоятельствам. Сначала хотела сделать розовую обвязку. Но потом решила все-таки сделать серую и пустить розовый шнурок. При том, что мне не очень нравится, как у меня здесь розовая получилась. Что-то у меня здесь разъехалось. Во-первых, ничего не видно, когда я испыталась поднимать петли. И это, опять же-таки, такой минус. То, что пряжа и пушистая, и плохо видно вообще на ней петли. Получилось, конечно, не очень аккуратно. Но это, конечно же, никуда не уйдет от меня. Максимум кто-то из родственников, если захочет взять, поносить. А так, не на продажу, конечно же, никуда это все дело не пойдет. Потому что мне не очень нравится. Получилось неаккуратно. Я теперь думаю попробовать какую-нибудь другую пряжу. Сделать капр. Только не двухсторонний, как этот у меня, а односторонний. Кстати, еще вот этот капр, он нереально теплый. У него прям очень жарко. Мало того, что я вязала его две нити, он еще и двухсторонний. Получается здесь такой плотный-плотный слой. И вот его надеваешь, и прям, знаете, уже становится нереально в нем жарко. Поэтому я не знаю, как его, конечно же, носить. Только если, наверное, вот в минус прям такой сильный. Вообще, конечно, можно выйти на улицу, протестировать его просто, пройти, чтобы понять, как вот даже в чуть ветреную погоду он будет себя вести. Но, конечно же, результат меня немножко разочаровал. Поэтому надеюсь, что я все-таки закончу побыстрее. И просто с глаз долой и сердце вон, как говорится, чтобы не мозолил глаза и не висел у меня тяжким грузом таким. Потому что, конечно же, я его вспоминаю очень часто, смотрю на него. И, знаете, пропадает даже вдохновение периодически. Не знаю, у вас такое бывает, нет, когда вяжешь что-то и разочаровываешь себе. Получается не то, что ты хотел, то потом у тебя такой осадочек остается. И, в общем-то, вдохновение куда-то пропадает. Но вот у меня случилось в этот раз именно так. Вот. Но я думаю, что все-таки все будет нормально. Главное закончить и убрать куда-нибудь. И, по крайней мере, я вот уже знаю, что это не мой вариант. И получилось, что-то вот у меня пошло не так, где-то что-то пошло не то. Ну, а так, в принципе, сама идея и задумка по себе хорошая. И я думаю, что, возможно, выбор пряжи у меня был не самый лучший. Нужно было брать не этого кролика, а что-нибудь другое. Но уже как есть. Вот. Так что я думаю, что этот недельный влог я буду заканчивать. Он получился такой немаленький. И буду уже в следующей неделе начинать новый визуальный влог, показывать вам свои процессы. И надеюсь, что готовая работа. Так что всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Спасибо вам за просмотр. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok